Один из пострадавших от действий злоумышленников – житель села Безымянка Энгельского района Ербулат Капов. Разведение овец для него единственный способ хоть как-то заработать на жизнь. Утром встал, начал осматривать. Я же всегда стою и осматриваю. И обнаружил, что не хватает шесть голов. Обратили, заявили, все. Да, обратился. Сразу позвонил в полседьмого в оперативную часть. А вот сами уже знаете, представляли, кто мог это похитить? Нет, я не представляю. За 10 лет первый случай. Первый, но далеко не последний. От действий злоумышленников пострадал еще двое жителей Энгельского района. Была совершена серия краж, а именно три кражи скота на территории Энгельского района. Это две кражи в селе Безымянка и одна кража в поселке Карломаркс. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В основном, значит, данная группа лиц занималась реализацией данного скота. Реализация. Ряд мест у нас уже установлено, куда сбывалось. Сейчас проводим оперативно-рыскные мероприятия по установке остальных мест сбыта. Краденую живность подозреваемые перевозили в багажнике ВАЗовской пятерки. На счету задержанных не менее 30 похищенных овец. Баран здесь стоял. Мы его подвесили, зарезали, обделали шкуру. Где взяли этого барана? Своровали. Понимали, что воруете, да? Да. Что последствия будут? Да, понимаю. Общий ущерб от действий задержанных превышает сумму в 200 тысяч рублей. Сколько вот одна овечка у нас стоила, если бы ее реализовывали, где-то продавали? Если бы живьем я продавал, 10 тысяч. Достаточно оперативно все раскрыли, нашли негодяев? Конечно. Оперативно сработали наши енгельские оперативники. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.